Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. У нас продолжается утро на Болткоме. У нас это Олег и Александр Шунин. Надеемся, у вас тоже. И у нас у всех продолжается лето. Лето, собственно, такое время, маленькая жизнь, как пел знаменитый Барт. Ну и летом очень часто родители хотят немножечко тоже получить свободы от своих непосед детей. И этих детей отдают, отправляют или к бабушке на лето в деревню, или всевозможные, ну вот сейчас открываются. Раньше были пионерские лагеря, сейчас просто лагеря летнего отдыха для детей. Ну и в связи с этим очень много, ну, хотелось обсудить вот именно какие-то психологические проблемы, которые могут возникать у детей с, может быть, ну, с такой нежной психикой, которые тяжело вписываются в коллектив. Нужно это или нет? Вот у нас на прямой связи клинический психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт Дмитрий Матулянис. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Олег уже начал действительно вот эту вот тему, когда родители отправляются словами, ну, что ты будешь вот проводить в этом царстве бетона, стекла и пыли, выхлопных газов? Поезжай в лагерь, тебе там будет хорошо. А ребенку, может быть, совсем нехорошо, он бы и рад остаться один и провести время в одиночестве в городом, пусть и не на свежем воздухе, зато меньше стресса, круг общения новый. Это же опять надо запоминать имена, социализироваться. Ну, не просто, может быть, а вдруг там какие-нибудь, да, там дрочуны там будут какие-то, с кем не сойдешься. Ну, и опять же, да. Стоит ли переламывать вот это нежелание и заставлять ребенка уезжать в незнакомую для себя среду? Ну, очень хороший вопрос. Я думаю, что социализация для ребенка – это очень важная составляющая для его развития, и ребенку необходимо общаться со сверстниками. Лето – это такой период, когда этого общения наиболее мало. Школы нету, нету, дети сейчас во дворах гуляют довольно редко, любят сидеть у компьютера, особенно после ограничений ковидных. Наблюдаются мои коллеги, наблюдают, что дети, конечно же, засели дома и все больше и больше отказываются выходить и встречаться со сверстниками. Конечно же, лагерь – это та среда и то место, где можно как раз-таки вот это восстановить, восстановить социализацию, познакомиться с новыми ребятами и выйти вот из этой зоны некомфорта. Ее так можно называть, да, скорее всего, это какая-то зона некомфорта у компьютера. Ребенок, конечно же, ему кажется, что ему там комфортно, но на самом деле он страдает, и его психологическое здоровье, оно так ухудшается. Очень важно, конечно же, учитывать индивидуальные особенности ребенка и его индивидуальные интересы. Сейчас очень большое разнообразие лагерей. Есть лагеря по интересам, есть спортивные лагеря, есть какие-то психологические даже лагеря, есть скаутские лагеря, есть лагеря, которые связаны с какими-то программированием и с компьютерными такими делами. Так что я думаю, что очень много аспектов есть, и можно подобрать под индивидуальные особенности, интересы, какой-то хороший лагеря для ребенка. Конечно же, важно учитывать профессионализм работников и организаторов этого лагеря. Это много аспектов. Вы говорите, нужно учитывать, следовательно, должны быть какие-то маркеры. На что, прежде всего, следует взрослому обращать внимание при выборе вот такого заведения? Смотрите, я думаю, что это, во-первых, профессионализм организаторов. Надо смотреть, не первый ли год они это организовывают, а не свежий ли это, какая-то такая организация или группа людей. Если это люди с опыта, можно почитать отзывы, спросить отзывы у других людей, кто уже лагеря прошел. Если это какие-то абсолютно новые люди, то важно ознакомиться с этой организацией, почитать в интернете. И наверняка надо встретиться с этими людьми, прежде чем отправлять и доверять своего ребенка. Надо встретиться и пообщаться, и познакомиться. Если родитель чувствует какое-то такое доверие, чувствует, что там профессионалы за этим делом всем стоят, то нужно, наверное, ребенка отправлять. Если ребенок, конечно же, сам готов, хочет и... Вот как раз, да, вот этот вот момент. А если вдруг ребенок не хочет, нужно ли отправлять ребенка против его воли в лагерь? Ну, то есть, все-таки настоять, вот тебе все равно понравится, ты не понимаешь, что лучше для тебя, мы лучше знаем. Или как-то его переубедить или... Поезжай и радуйся. И будь признателен и благодарен нам по гроб жизни. Ну, если мы что-то делаем против воли ребенка, ну так насильственно, то это, наверное, не идет ему на пользу. Если он категорически отказывается, категорически против, но родители все равно его будут заставляясь и силой там... И морально давить на него, и силой его туда отправить, то ребенку, скорее всего, это не пойдет на пользу. Здесь очень необходимо, наверное, выстраивать какой-то диалог. Диалог с ребенком и открыто с ним пытаться поговорить и пытаться понять его индивидуальные особенности, и пытаться как-то, возможно, с ним договориться. Возможно, это только дневной логик для начала. Не обязательно оставлять его на ночь. Возможно, он может ехать туда на день, попробовать. Можно предложить съездить на один день. Попробуй, посмотрим, как тебе понравится. И можно, конечно же, поехать с ребенком первый день, да, и там немножко с ним побыть, немножко обезопасить его таким образом. Можно предложить ему поехать с друзьями. Если у него есть друзья, если одноклассники, можно скооперироваться с родителями, и тогда ребенку, конечно же, будет более комфортно там находиться. Ну, важно, конечно же, выстраивать этот диалог и слышать нужды и потребности ребенка. Потому что родителю может казаться, что он знает лучше, но в этом своем уперстве он может упустить какие-то важные моменты и навредить психологическому такому состоянию ребенка. А скажите, вот если, скажем, это несколько смен проходят, и в лагере родители чувствуют, что ребенок действительно повзрослел, очень часто замечают, что за лето дети меняются, они становятся более взрослыми. Вот как здесь наладить контакт с ребенком, если вдруг он уже изменился, кажется, что приехал другой человек? Да, такое возможно, такое может быть, особенно если родители отправляют надолго в лагерь, на две недели или в несколько лагерей подряд, такое тоже бывает. Получается, что ребенок проводит поллет в разных лагерях, и за это время он, конечно же, вырастает, взрослеет, обретает какую-то самостоятельность, уверенность. Я думаю, что это во многом позитивные такие эффекты и позитивные особенности вот этого лагеря. И я думаю, что это то, что можно приветствовать и принимать в ребенке. То есть тут, конечно, возможно, нужно будет выстраивать какие-то новые границы и новые такие особенности, вот эти коммуникации с ребенком. Друг другу придется как-то заново подстроиться. Это может быть такой момент, немножко кризисный, немножко сложный, но я думаю, это все равно позитивный момент в развитии ребенка. То, что лагерь как раз-таки может дать ребенку. На ваш взгляд, как часто стоит выходить на связь с ребенком, учитывая, что 21 век, и у всех есть мобильные телефоны, а не так, как раньше, там 30-40 лет назад, приехать на машине на электричке раз в неделю? Не помешает ли это? С одной стороны, это, конечно же, постоянная связь и поддержка, с другой стороны, это может отвлечь от выстраивания собственных каких-то социальных связей, от самого возрастления, от самостоятельности и так далее. Безусловно, да, постоянно сидеть на связи, переписываться или отсылать голосовые сообщения в течение всего дня. Это, возможно, будет слишком такая тесная связь, контакт чрезмерно плотный. И тут индивидуально надо подходить к каждому ребенку, то есть каждый родитель сам понимает. Вот это эмоциональное, возможно, состояние ребенка, его тревожность. И первый, я сам ввел лагеря, участвовал в таких лагерях, и я понимаю, что первые 2-3 дня, они особенно такие стрессовые, ребенка особенно переломные. Дети в первые 2-3 дня всегда могут проситься домой, они могут звонить родителям, говорить, что им не нравится, они не хотят здесь быть. И тут очень такой тонкий момент, да, и надо четко понимать, действительно ли там очень-очень плохо ребенку, или вот у него просто момент адаптации, и пройдет еще один день, и он уже не захочет уезжать. Поэтому каждый случай индивидуально, но надо как-то эту здоровую границу выдерживать, стараться. А вот что касается коллектива, действительно, социальной адаптации, потому что ребята, ну понятно, что выстраивают тоже свою иерархию, и вот где вот эта тонкая грань, когда, ну, вот раньше говорили, что не вмешивайся, сами там дети все разберутся между собой, вот где эта вот грань, когда, ну, должны вмешаться воспитатели, может быть, ребенка начинают троллить, начинается буллинг, начинается какое-то издевательство над ребенком, или это просто притирка, это какое-то выстраивание вот этих социальных связей? Вот поэтому, да, я в самом начале сказал о профессионализме организаторов, профессионализме ведущих и профессионалов, которые находятся в этом лагере, находятся с детьми. Никакая форма насилия, ни эмоционально, ни физически неприемлема в лагере. Никакая форма буллинга неприемлема. Буллинг, насилие, эмоциональное какое-то унижение, подавление, надо пресекать сразу же в форме. Это ответственность организаторов и ведущих в лагере. Они должны максимально эти вещи пресекать и наблюдать. Если какие-то сигналы от детей, то они сразу должны на эти сигналы реагировать. Если сигналы получают родители, они должны, конечно же, сразу реагировать тоже и связываться с организаторами, выяснять, в чем же там обстоит на самом деле дело. Лагерь не должен ребенку создавать, ну, это не должна быть насильственная среда, где он там находится неделю или две и постоянно подвергается какому-то давлению, насилию со стороны сверстников. Тогда никакого смысла в этом лагере не будет. В лагере должна быть благоприятная, дружественная среда, конечно же. Да, Дмитрий, но с другой стороны, мы ведь не живем в мире розовых единорогов и окружающая действительность – это никому на хиппи 60-х годов. Различные взаимоотношения между людьми бывают, и когда как не в детстве научиться реагированию правильному, который потом во взрослой жизни пригодится, от всего оградить тоже невозможно и вряд ли является правильным. И при малейшем сигнале «Ах, мою детиночку кровиночку обижают, да как вы смели, я вас всех засужу», ну, наверное, это тоже так вот оверреакт, что называется. Ну, смотрите, тут важно понимать, где вот эта грань, где просто какая-то социализация, какие-то нормальные детские конфликты, конфликтные ситуации перерастают в насильственные ситуации. В систематический там буллинг, в систематическую травлю. Это очень важно понимать родителю и организаторам, и детям самим тоже. Сейчас много говорится про буллинг в школах и в каких-то некоммерческих организациях, потому что, ну, социализация, это, конечно же, и это подразумевает эту притирку, подразумевает переход и решение конфликтной ситуации. Это очень важный вопрос и важный момент социализации. Важный, как Вы сказали, дети получают очень важные необходимые навыки. Ещё один вот аспект, действительно, жизни в лагере. Как понять родителям, что у подростка случилась, вот, может быть, первая любовь? И это, ну, опять-таки, это какие-то переживания, это чувства, это вот заканчивается лагерь, может быть, это расставание. И не понять, ну, где понять, что это Ромео и Джульетта, или это просто, ну, как бы первая любовь, это увлечение, которое должно пройти, и успокоить подростка, понять, что у него на душе, потому что обычно это чувство очень травматичное, и подростки закрываются, и меньше всего хотят обсуждать это с родителями. Я думаю, что самое важное, как Вы и сказали до этого, родители не могут от всего оградить своего ребёнка, и этого не нужно делать. Самое важное, что может сделать родитель, это поддержать своего ребёнка эмоционально, быть рядом и выслушать его, давать ему какое-то эмоциональное тепло, эмоциональную поддержку. И даже если ребёнок не говорит и не рассказывает о каких-то деталях, всё равно можно, ну, подставлять это родительское плечо и говорить, что мы всё равно рядом, ему поможем, и ты можешь с нами говорить, обращаться за помощью. Ни в коем случае не надо как-то пересекать это, или не надо заранее какие-то сценарии продумывать и говорить, что всё равно Вы не увидите, всё равно Вы в другом городе. Зачем тебе эта девочка? Да, то есть вот такие вещи, они неприемлемы, и ребёнок должен сам пройти через этот опыт, это его важный жизненный опыт, всё, что родители могут, это дать ему эмоциональную поддержку. В целом подростковый детский опыт – это такой довольно самостоятельный опыт, за исключением вот этих насильственных вещей буллинга и физического насилия. Это самостоятельный детский опыт, через который ребёнок проходит сам, но всё, что делают родители, это представляет родительское плечо, они находятся рядом, они дают эмоциональную поддержку, они его поддерживают, они его принимают таким, какой он есть. Ребёнок наступит на свои грабли сам, мы не сможем оградить его от всех грабель в этой жизни. Он сам наступит на эти грабли, но если он расшибёт себе ноги и колени, то мы можем ему помочь поддержать его, подхватить и подставить вот это плечо родительства. Да, ну вот, а как понять, вот, что если вдруг ребёнок действительно замыкается, вот после приезда из лагеря, или, может быть, родители по телефонным звонкам или встречам понимают, что, ну вот что-то то ли не так, то ли, ну вот он стал более замкнутым, он не хочет обсуждать какие-то темы, вот что это, это какие-то сложности в общении с его сверстниками, или это, может быть, опыт вот несчастной любви, что ему нравится девочка, и он, ну, не знает, как ему действовать дальше, и ему очень, ну, как бы, он чувствует себя как-то, как в полном аду, просто вот не понимая, что с ним происходит в первый раз. Вот как деликатно родителям вот понять, что происходит с ребёнком, чтобы понять, чем помочь? Потом, да, действительно, такая несчастная любовь, если говорить, или это, ну, любовь, которая не может, не может перерасти в отношения по каким-то причинам, силу расстояния или ещё каких-то причин. Ну, или даже возраст, просто физически понятно, что там в лагере, ну, там, как бы, это может быть только платонически. Да, или это платонически, только такие вещи, или там люди, они из другого города, или ещё по каким-то причинам. Это могут, это может вызывать сильные переживания, действительно, может быть такой сильный эмоциональный кризис для подростков в это время, да. И не всегда подросток готов раскрыться родителям, и родителям, конечно же, не надо насильственно пытаться раскрыть и выяснить эту информацию. Но это никак не поможет ни ребёнку, ни родителям. Ну, если совсем ребёнок впадает в какое-то отчаяние, какие-то депрессивные проявления, ну, можно предложить ему сходить к психологу, ну, может, ему там будет легче раскрыться. Можно, конечно же, поговорить с организаторами и с ведущими лагеря и выяснить, что произошло. Но, в целом, если ребёнок считает нужным не рассказывать родителям, то это его личное право. Вот выходя, может быть, за рамки летнего лагеря, вот этот режим, если ребёнок, ну, остаётся, скажем, на лето дома, и в школу он встаёт вместе с родителями, а вот если происходит лето, то понятно, что хочется вставать как можно позже, ночью заниматься какими-то своими делами. Вот как соблюдать режим, заставить вот ребёнка, подростка понимать, что если он за лето выбьет из колеи, ему будет очень тяжело вернуться осенью к привычному ритму жизни? Такой, мне кажется, болезненный вопрос многих родителей, потому что этот режим нарушается, им сложно ребёнка вернуть, особенно если нет ограничения по гаджетам, нет ограничения по интернету. Но это самая большая проблема, почему ребёнок не идёт вовремя спать, у него есть огромный интерес проводить время в интернете, общаться, смотреть видео, играть. И это главная причина, почему он не идёт спать. Я думаю, что здесь самое важное – это ограничение по гаджетам, по времени всё-таки это должно сохраняться. И каждый родитель сам решает, сколько времени его ребёнок может сидеть. Есть, конечно, рекомендации специалистов, в зависимости от возраста. Но, в принципе, там должно быть какое-то чёткое ограничение, что в какое-то время отключается интернет, и надо все гаджеты отложить, положить куда-нибудь в коробочку на кухне, допустим. И ребёнок тогда, конечно же, может читать книгу до часу ночи, но рано или поздно он всё равно привыкнет к тому, что неинтересно сидеть просто всю ночь без гаджетов, и надо идти и спать. В любом случае, этот режим немножко нарушится, но не будет таким катастрофическим, что ребёнок каждый день идёт в 6 утра спать и просыпается в 4 вечера, и так всё лето. Спасибо, Дмитрий Матулянис, клинический психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт. Был с нами на связи, говорили о связи детей, подростков и лета, конкретно лагеря, и про тех, кто остаётся в городе, как правильно себя вести и родителям, и детям. Дмитрий, ещё раз огромное спасибо и хорошего дня. У нас в эфире пауза, после которой обещанный литовский гость. Мы будем беседовать с Гедрюсом Климкевичем, предпринимателем, который восстановил Покройское поместье.